Вообще я не так планировал начало авиопутешествия, но точно не в дождь и не на мотоцикле. У меня на камере на велосипеде ниппель оторвался и как бы склеить это никак, а поблизости магазинов нигде нету. Вот я еду в центр острова, купить новую камеру. Объездил 4 магазина, уже темно, и если в целом камеру то я купил, но из всего что было, это по размеру подходящего по радиусу, это вот такая узкая, вот эта новая, а вот слева старая, но если накачать она конечно будет пошире, но сейчас поставлю ее на переднее колесо, потому что здесь поменьше нагрузки, а с переднего колеса переставлю на заднее. Ладно, сейчас буду менять, наверное увидимся с вами уже утром. Доброе утро. Вчера поставил эту камеру, но конечно это такое себе. Сейчас буду ехать и уже на материке пытаться найти кого-нибудь велосипедный магазин, чтобы купить нужного размера, потому что что-то я в ней очень сильно сомневаюсь. уже собрал все свои сумки, ну почти собрал. Так, первая сумка задняя, которая с дроном, 7. Вторая, это где ноутбук, тоже 7. Глаз-алмаз. Так, ну и передняя, 4,5. Еще одна, 4. 22,5. И из еды у меня сейчас всего грамм 800 риса и 6 яиц. Ну, 23 килограмма. Раньше мой рюкзак весил 15, я не знаю откуда появилась. Ну, сумки да, но в принципе это не так уж и много, я думаю. Ну и в дополнение к тому, что я говорил в видео про работу в других странах, вот сейчас отработал я здесь месяц и мне не заплатили, сетуя на то, что я якобы их не предупреждал, что я собираюсь уходить. Хотя я еще говорил, что хочу 20 сентября уйти, но мне сказали, что я должен отработать минимум месяц. Я такой, хорошо, я отработаю месяц. Вот. Месяц прошел. Мне говорят, нет, ты не писал нам. Ну, типа, ты просто сказал и это как бы ничто не значит. И мы долго пытались, я долго пытался что-то, что-то сделать, но что я могу сделать? У меня здесь нет никаких прав. Я же говорю продавщице, что не подойдет эта камера. Она просто лопнула. Прям в один момент, мне кажется, там не просто дырка, а она просто лопнула внутри. Сейчас разберу, посмотрим. Проехал буквально 3-4 километра. Ну все, это точно был ее первый и последний день. Блин, ну как так? Я же говорю, что нет, не подойдет она. Нет, бери, нормально будет. Прям по шву треснула. Еще дождь начался. Ладно. У меня есть старая покрышка. Я уже брал ее с собой. А, вот она. Которую я подклеил, но... Ладно. Сейчас что-нибудь придумаем. Почему сейчас? Не знаю, сколько она протянет. Ну, хорошо, что хоть дождь закончился. Ехать так, конечно, руль туда-сюда гуляет, но... Тут всего километров 30. Блин. Как-то все сразу так навалилось. Дорплату не выплатили. Вчера... Вчера были проблемы, и я вроде как бы их решил, купив новую камеру. Слава забываю. И тут на тебе. Вчера. 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 Ну все. Теперь официально могу признать 8 октября. Днем на е**ало. Зарплату не дали. Магазине, деньги за камеру. Как вы поняли, тоже не вернули. А припираться с ними там стоять, я бы на паром опоздал. Еще мне дождь облил. Ну а вот я уже почти зато приехал на переправу. Надеюсь, я не пропустил последний паром. Я очень на это надеюсь. Успел, успел, успел. Шесть минут до отправления. А, какая большая яма. Я надеюсь, меня пустят. А, какая большая яма. А, какая большая яма. А, какая большая яма. Я надеюсь, меня пустят. Паром прибыл уже затемно. Я не стану ничего снимать. Поехал сразу на то место, где я ночевал в прошлый раз. Но в этот раз там оказались люди. Я спросил, можно ли мне поставить палатку. Они говорят, нет, нельзя. Я, в общем, поездил по округе. Остановился на заправке. У ребят спросил воду. И смотрю, у них здесь с заправкой место есть. Я спросил, можно ли мне здесь поставить. Они говорят, да, конечно. Я кинул свою палатку. И после этого они даже пригласили меня поужинать с ними. Поэтому вечер получился максимально хороший. По крайней мере, намного лучше, чем день до этого. Время завтрака. Сегодня у меня яички, помидоры и кофе. Жаль, только хлеба нет. Я что-то забыл купить. Ну, ништяк. И за вчера я проехал 44 километра. За три часа в седле я чистыми. Столько же меня, наверное, еще провез паром. На сегодня задача минимум проехать 90. Потому что там будет театр, где я тоже уже ставил палатку. Надеюсь, там ничего не поменялось. Я смогу там заночевать. А вообще, мой план, куда я собираюсь, это ехать на самый север Вьетнама. Но так как я здесь нахожусь только по той причине, что еще закрыты границы. То бишь, когда они откроются, я должен максимально быстро покинуть страну. И я не знаю, когда это будет. Через месяц, через два. Если через два, то мне хватит времени доехать аж до китайской границы. Ну, я надеюсь. Если же это будет раньше, то мне придется просто свернуть на полпути. Не доезжая там Ханое, куда-нибудь. Ну, скорее всего, в Лаос или в Камбоджу. А еще у палатки дно стало протекать. Именно в том месте, где я лежу. Видимо, со временем у тента протерлась пропитка. И, не знаю, надо, наверное, ногу вот это покупать или самому что-то делать. Потому что все вещи мокрые. Сейчас первым делом надо заехать в велосипедный магазин. Я нашел на карте две штуки. Надеюсь, смогу там купить камеру. Слов Hmm. Замик батарин. Быстро там в спack! Я иду! Всего лишь доллар стоит. Это в четыре раза дешевле, чем на острове. Я сразу две взял. Как же круто ехать на спущенных колёсах. По дороге нашёл то ли заброшенная гостиница, то ли что. Но в некоторых коктах вставлены стёкла. Видимо, там живёт кто-то. И здесь вот гамаки повешены. Ну, я думаю, можно зайти посмотреть. Странное место. В Грузии было много таких брошенных зданий, где люди, у которых мало денег, у которых нет жилья, они просто обустраивали себе как могли и жили. Я думаю, это что-то наподобие. Прям как в детстве. Не удивлюсь, если эти аттракционные оттуда же. Дождь то поливает, то прекращается. Мне ещё где-то 50 километров до того места. Время у нас сейчас 12.40. И 26 градусов. Я бы сказал, это прохладник для этого места. Почему-то в дождь оно как-то полегче едется. Ну, конечно, мокрый весь, но... Трудить педали... Трудить педали легче. Вон там заправочка. Надо воды набрать. Что-то только я сказал о том, что проще ехать. Сначала. И как он зарядил... Зарядил... Сильный дождь. Сейчас пережду здесь немного. Ну, всё. Дождик поддутит. Мне километров где-то... 40 осталось до того места. До этой сцены театра, где я уверен, что я смогу постоять палатку. И там крыши есть. Я смогу просто шить свои вещи, которые в палатке намокнут. Вот. А время у нас... 12.40. Ну, я надеюсь, до темного успею туда доехать. Не успел я доехать засыпло. Сейчас минут через 5 станет совсем тепло. Поэтому вот он я. Вот ливень. Увидимся завтра утром. О-о-о-о. Can you call to hospital? Can you call to hospital? Okay, okay, okay. Да, жёстко она. В общем, никто не умер. Правда, девочку забрали на скорой. Но она сама дошла. Так что, может быть, получила небольшое сотрясение. А девушка, которая нам дал цикле, она вообще в порядке. Единственное, что мне было непонятно, это то, когда я подошёл, точнее, когда я только это увидел, и ставил успех, люди, которые были рядом, они подошли, и такие, типа, сразу отстранились, как от покажённых. И пока я там не покопался пару минут, никто не подходил, но скорую они сразу вызвали. Вот, и что-то, что-то я перенервничаю и хочу шоколадное молоко. Вчера был не заезд, а какой-то заплыв. Всем доброе утро. За вчера я проехал ровно 100 километров. На улице дождь и 27 градусов. Ой, не знаю, будет вам видно или нет, там радуга. Да, видно, вот она. Может быть, скоро дождь прекратится. Но я развесил все свои вещи. Надеюсь, они под крышу успели за ночь высохнуть. На завтрак у меня сегодня яички, помидора нет, зато есть яблоко, молоко клубничное и две булочки. Шоколадное молоко я вчера вечером выпил. Клубничное. Дождь ничего. Вот эта вот туча мне не очень нравится. Только что закончился дождь, буквально 10 минут назад и опять заволокло. По километражу сегодня особо никаких планов нету. Единственное, только я сейчас не сворачиваю налево на Хошимин, потому что, по идее, чтобы ехать на север, я должен повернуть. А продолжаю ехать прямо до столицы, провинции Паклео. Там живет мисс Го, с которой мы работали вместе со своей семьей. Вот я к ней в гости заеду. А после этого я уже поверну на север и поеду вдоль дельты реки Меконг. Меконг это самая большая река, которая начинается аж в Китае еще. И почти через все страны проходит. Через Лаос, Камбоджу, по-моему, даже Таиланд. И вот впадает... Ау! И где-то я вычтуал, что там самая опасная дорога во Вьетнаме. Не знаю, насколько это правда, но мы это проверим. Смотрите, какая черная туча. Сейчас снова ливанек. Начался ливень, я заехал под крышу, а меня пригласили в Пау обедать. Ты можешь избежать москитов. Я могу использовать? Да. Да, спасибо. Дай мне твои пальцы. Дай. Зашел от дождика спрятаться. В итоге поел, и дождь закончился. Так что можно ехать дальше. А то я всего 15 километров проехал, а время уже половина второго. Вот. Из-за этого я люблю ездить не по большим дорогам и не по популярным направлениям, потому что только здесь ты можешь встретить... Ну, так заехать просто. Тебя накормят, с тобой там поговорят. Мне даже предлагали остаться, поспать, там, может, попостираться, но дождь кончився, и пока новый не начался, нужно ехать. Поэтому я отказался. А когда ты едешь по большому шоссе или через большие крупные города, ты и почти не встречаешь такого. Смотрите, какие рисовые поля огромные. Слева и справа. Это все рис. И дождь. Снова. Мне кажется, вообще никогда не закончится. Кстати, я спросил про погоду на следующие два месяца и ближе к середине, точнее, к центру и к северу Вьетнама. Мне сказали, будет так же. Типа сейчас у них осень. Мне кажется, не лучшее время я выберу, чтобы путешествовать на велосипеде, но anyway, я уже это делаю. Пока дождь прекратился, я решил показать вам, насколько вообще огромные эти рисовые поля. Урожай сейчас уже собраны, они затоплены. Вы просто представьте, насколько они большие. Если я не ошибаюсь, то Вьетнам это точно одна из самых крупнейших стран, а может быть и первая в мире по ращеванию лисы. Вьетнам Супер Симир Супер 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 еще заметил что неважно где ты едешь там в деревне или просто по пустой дороге она всегда по бокам будет завалено всякими бумажками пачками от сигарет масками люди просто едут и выкидывают в окно своих мотоциклов скидывают и этого очень много доброе вьетнамское утро сегодня ночевал в церкви уже когда будет темно заехал спросить можно ли где-то под крышу поставить палатку потому что у меня дно протекает и дожди здесь не прекращаются мне сказали оставайся здесь у нас есть комната в итоге я даже постирался свои вещи заряжается вся моя техника а вот велосипед что-то я уже здесь засиделся все ждал пока высох мои вещи что очень странно при такой влажности в итоге за два часа ничего не высохла сложился в пакет а обнаружилось одна проблема разболталась крепление которое держит левую сумку не знаю видно или нет в общем само крепление которое в вилке резьба которая запрессована причем странно разболталась той стороны где я сумка легче видимо видимо такая резьба сейчас написал магазин где покупал велосипед спросил могут ли они поменять и я уже придумал как можно усилить эту конструкцию соединив вместе сами крепления чтобы они ну друг на друга усилия передавая но не нужно в любом случае доехать до баклеева и там уже найти какую-то мастерскую где я могу взять сварку болгарку что все это сделать в общем сейчас собираюсь и еду дальше за вчера я проехал всего 58 километров и сегодня чтобы доехать до баклеева мне нужно 97 98 проехать хотя время уже 11 наверное буду ехать по темноте потому что смысла останавливаться опять в дождь стоит палатку нет лучше я пару часов проеду но доеду уже до дома я смогу нормально вещи досушить и все сделать все этому месту спасибо едем дальше дождь кончился началась плохая дорога и ветер 3 часа в сетле без передыху достаточно все привал остановился на перекрестке еще даже не смотрел в какую сторону ехать сейчас перекушу и по-моему что-то типа в районе 45 или 50 километров осталось ооо время у нас проехал я 42 километра за три часа у меня прям сейчас стойкое ощущение что я в какой-то японии может быть это просто на контрасте со всем остальным что я видел но но вы посмотрите идеально прямая дорога по бокам всякие цветочки если еще представить что эти флаги это не вьетнамский флаг а просто какие-то флажки ну не знаю прям япония вообще за этот день что я сегодня еду я открыл для себя какой-то новый вьетнам без вот этих вот постоянно бибикающих грузовиков люди которые просто мило себе улыбаются они кричат тебе в свет что-то непонятное я и раньше был в таких ну локальных местах но это было больше по природе типа горы заповедники всякие и это были туристические маршруты а сюда проездом сюда никто не ездит то есть а специально здесь нет никаких достопримечательностей и я не удивлюсь если я вообще первый велосипедист который здесь было ну ладно может не первый но один из немногих в общем казалось бы уже сложившиеся впечатления вьетнаме сегодня дополнилась новой главой слишком сильно дождь давай полегче спасибо